что ты делаешь леони махакали оба доброе утро я иду собираться сказать пару слов так я пришла в машину сейчас немножко все складываю для того чтобы начать все собирать перевозить у нас лучше много вещей вчера вечером была такая немножко тяжелая ситуация попала ракета в больницу сектор гази есть очень много погибших моментально обвинили в этом израиле буквально спустя 20 минут оказалось что это не израиль как раз это время стреляли на тель-авив и что это одна из ракет а попала в больницу секторе газе их собственная ракета а исламского джихада но израиль уже все обвинили и это просто поразительно что мы уже две недели пытаемся кому-то доказать что хамас ники на самом деле убивали насиловали обезголовили 40 маленьких детишек их живьем сожгли мы это доказываем это просто абсурд а тут не нужно доказывать просто за минуту обвинили в израиль в том что израиль обстрелял больницу когда это был не израиль а это просто их неудачный обстрел на израиль попал сам себе в дом поэтому это террористы которым пофиг на своих и все равно что у них происходит сектор газе учитывая то что два дня назад они с лагеря беженцев украли горючее которое должно было хватить для очищения воды и чего-то там еще плюс медикаменты им пофиг им пофиг на свой народ у них нет своего народа и их не волнует жизнь меня спрашивают неужели не могу спокойно жить этих людей не волнует жизнь это не об этом это не о жизни это наоборот смерти чем больше вот поэтому вчера вечер был такой очень очень неприятный очень тяжелый а мы сейчас собираемся потому что мы должны все уже быть на новом месте и обязательно покажу ну вот такие вот я сегодня злая я смотрю эти поганые поганые новости тупайшая пропаганда зато когда все болеете сразу бегут в израиль потому что в израиле самая лучшая медицина где вы сейчас все меня просто распирает от злости я собираю чемоданы и смотрю новости лучше мне смотреть нужно какое-то видео посмотреть про косметоз успокоиться в общем да это все связано хорошо не буду я приходит говорит мама не кричи на шаги меня распирает от злости я смотрю новости то что произошло вчера сказала в больнице да это просто это просто абсурд это какой-то абсурд это просто дебильный абсурд люди откройте глаза завтра этот ислам радикальный у вас на улицах после того как закончится эта война все что я здесь ношу и все повыкидываю все все повыкидываю никакого воспоминания от этой идиотской войны у меня не было сидим и ждем два часа до следующей комнаты мы переехали в новое место и она такая обломная комнаты которые нам дали такие в плохом состоянии мне хочется плакать мне очень хочется плакать и меня поселили далеко от моих подружек и мне тоже хочется плакать и никто не разрешил переехать в общем мне так сильно настроение нету я злая как собака вижу и меня приблизили понятно куда чего прибежала жалеть маму фаре у меня тут, но еще и все они не учились и нечет тело или стоит тело, я захвы days . . . . нуzi . . . . ничего не понятно . . . . новости идиотские откидки . . . никто не видно . . . . невозможно Она хочет пить, она хочет пить на свету воды. Кто пьет молотко, кроме тебя? До свидания. Иди. Вот такая комната. Здесь двухспальная кровать. Кровать и диван, который открылся. Там вот кресло. И там дверь в спальню. Двухспальная кровать. И за этой стенкой ванная, которая просто ужасная. Вообще, в общем. Шайли только не очень много, закрой аккуратно. В общем, я в полном ауте. Я даже до эту дверь зеленую смотреть не могу. Короче, ладно. Это так. Это так, свои жалобы неуместные, наверное. Просто я очень устала, я очень хочу домой. Та-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Надо сидеть на улице. Сидим. У нас такое окно. Панорамное тоже с другой стороны. Там я лежала, когда с вами до этого говорила. С другой стороны нужно все это разобрать. Столько всего. Но жили за 10 дней, как говорится. Он будет ждать и мои покоя. А фишка в том, что по фото она выглядит нормально. Здесь просто очень привязно. Так противно. Я здесь даже притирала все. Паутину снимала. Пауков. Жир. Пыль. Ужасно грязно. Ужасно не убрана. Просто ужасно просто. Ну и представляете, в ванной это такое самое-самое место. И оно тоже в ужасном состоянии. Придите посмотреть прачечную. Сюда вот. Где они? А, вот здесь. Копильки. Бросаешь и стираешь. 8 кг. Сушка. Залихват давка. Доброе утро. Вчера я выпустила видео, потому что я толком не снимала. И ничего толком не происходило, как обычно. Пока. Там немножко стреляют. Там немножко падают. У нас дождь. Смотрите. Так интересно. О, я представляю, у нас, наверное, дом уже хладрыга, дубыка. Все в пальто ходят. А мы здесь в сандалиях до сих пор. 30 градусов дождь. Что? Я делаю опять правильно. Раскладываю стирку, прачку, одежду. Ну что, я наконец-то сложила все, что могла. Что-то оставила в чемодане. Здесь рядом с собой. Как маленький столик. Надеюсь, мы тут долго не задержимся. Очень хочется домой. Прямо очень хочется домой. Но я не знаю, когда мы домой поедем. Я смотрю о новости. Ничего не понимаю. Каждый примерно час мы получаем сообщение, что на севере что-то происходит. Но не говорят ничего, как я вам уже говорила. Поэтому ничего сказать не могу. Я даже не понимаю, что там происходит. Потому что ничего не говорят ни до этого, ни потом в новостях не говорят. Но это значит, что есть какая-то причина, почему ничего не говорят. Сейчас в новостях все больше и больше показывают... А, вот. Сейчас сказали как раз. Ну вот, пока вам говорю, что ничего не говорят, сказали. Вон, в новостях написано. Что происходит на севере. Ужасно. Я немножко не понимаю, почему ничего не происходит. Кто-то мне объяснил, почему ничего не происходит глобально. Почему, блин, мы уже не разбомбимся нафиг. Весь север уже не дома. Весь север уже эвакуировали. Весь юг уже давным-давно не там. Почему ничего не происходит? Чего мы ждем? Не знаю. Я просто не понимаю. Я думаю, что любой нормальный израильтянин на данном этапе понимает, что если израиль сейчас не войдет и разбомбит все нафиг, где только можно, и не уничтожит всех, кого он только может в плане терроризма, то по-другому быть не может просто. Просто по-другому быть не может. Никакие договоренности, никаких, как говорится, ничего другого быть не может. Потому что если сейчас будут какие-то договоренности, это все вернется очень быстро и может вернуться со всеми другими масштабами. Несер сегодня поехал первый день на работу. Он не в своем регионе работать будет пока. А здесь, там, где мы находимся более или менее, потому что у него такая работа специфическая. Он не прикреплен к одному месту. Он может работать по всему Израилю. И вот он сейчас здесь в регионе работает, помогает все те места, которые здесь. Потому что все-таки к северу приближаться немножко страшно. Из-за того, что он работает в сфере сельского хозяйства. И это все находится на улице. И если есть что-то, я не знаю, там есть куда бежать или нет. Поэтому именно на север, на север далеко он не едет, а именно здесь, там, где мы находимся. В общем, не знаю, дела у нас вот такие вот, как вы видите. С воскресенья у нас здесь должны начаться быть группы для детей, для того, чтобы у них была рутина. Типа как, ну, группы, да, типа как не школа, а именно группы такие, как лето, да. А вообще с нулевого возраста до 12 класса. И тогда родители, которые работают отдаленно, смогут хотя бы немножко выдохнуть и работать. В том числе и я. Вот так. Ой, вчера здесь еще было очень шумно. Тут вот такая маленькая кошка. Мне не хватает здесь воздуха, большие эти окна. А воздуха нет, но здесь очень жарко. У нас вот мы вот так вот наверху на самом сидим. Там есть люди снизу, которые прямо на берегу. Им круто, а мы наверху. А я в комнату вчера немножко показывала. Сейчас там Лени как всегда спит. Дети мои сидят пока около экранов. Пока Лени спит. Что здесь вам еще показать? Здесь есть большой холодильник, а мы на улице. Здесь, кстати, я сейчас поймала большого таракана кукарачу. Здесь мы привезли нинджу, и у нас есть замороженные разные вещи, и мы в этой нинджи эти заморожки быстро готовим, да. А хотя здесь есть плата. Вот здесь вот такой вот. Все пальмочки. Здесь можно постирать. Что-то хочешь на улицу идти? Здесь у нас... Ну, в общем, туалет. Ужасная ванная, которая просто ужасная. Более новых номерах с другой стороны. А всего это комплекса, там душевая, красивая. А у нас такие более старые номера. А здесь у нас маленькая кухонка. Здесь вот прачка. Здесь вот здесь вот прачка. И здесь у нас спальня. Ребенок там спит. Он уже не спит. Ку-ку. Эй. Ку-ку. А, ку-ку. А, ку-ку. Украла чипсы. Она открыла? Вот здесь насладимся дождиком. Стою под дождем. Боже мой, какие мелочи жизни, а как радуют. Ребенок. А, вид�а, сегодня мы пройдем. Ребенок. Опа. Продолжение следует...